Некий такой бэкстейдж со съемок. Сейчас поехал снимать гиббона от RAR. Это вторая попытка у меня. То есть я второй день пытаюсь это сделать. На стрельбище не проехать. Здесь в коровниках вчера куча людей, куча машин было. Разбирают кирпич и сейчас они периодически шастают. Пришлось стрелять из машины внутрь здания, чтобы в стену були летели. И тем не менее, ходят, косятся. Но делать нечего, надо снимать. Сейчас снимаю бирольчики красивости. Размытый фон и все дела. Сейчас мы сфокусируемся. И еще нужно будет сценарий попробовать стрельба из машины. То есть у меня съемки не очень длинного видео займут примерно три дня. Кстати, мне понравилась по кучности эта винтовка. На удивление стреляет отлично. Так, надо пульки показать. Так, надо покрасивее его поставить. Вот так вот, наверное. Из-за того, что у него центр тяжести такой, какой-то парабли. Его очень сложно зафиксировать. Ну попробуем. Вроде встал. Сейчас ветром еще сдует его. Вот будет кино. Так, там меня видно вообще. Версия 600 миллиметров. Настроил как крикет. На ту же скорость. Те же настройки. Похожие, потому что концепция, похоже, ТТХ. Пострелял. Сейчас прикольно летит. С учетом того, что вот ветер огибает и солнце мне светит в глаз. Но, тем не менее, нормально стреляет. Вполне такой достойный аппаратик. Сейчас еще мы сделаем. УСМ, конечно, примитивный. На другую сторону надо поставить. Эх ты. Антибсдун здесь реализован сейчас по-другому. Давайте я на камеру оттуда поставлю. С одну спину мою видите? Вон там люди разбирают кирпич и постоянно косятся сюда. Типа, что этот чувак тут делает? Марки какой анокс. Надо чтоб красиво все было. Объектив, кстати, у меня здесь кэноновский. Стоит на переходнике метабон и диафрагма у меня аж 1.1 получается. То есть такое дикое размытие заднего фона дает. Художественная картинка. Но постоянно ее использовать тоже нет смысла никакого. Ну вот здесь что здесь? Нижняя часть полностью от Ген-2. Прицел бюджетный Маркуловский. 4х16. Идеально сюда вписывается. Ставить сюда более массивный прицел не имеет никакого смысла. Потому что и так центр тяжести вверху. А с ним будет еще больше. Ну вот мне не нравится реализация лотка однозарядного. А так, в принципе, все есть. Ну вот этот шпон, конечно, интересное решение. Ни у кого из производителей больше такого не видел. Так. Ну что. Вот такой вот бэкстейдж небольшой. Коротенькая зарисовка. Когда выйдет обзор, не знаю. Но винтовка, опа, в целом мне понравилась. Рычаг, смотрите, какой массивный. Есть такая штучка здесь. Вот сейчас я, кстати, ее сниму. Для обзора. Где она у нас тут? Ага, вот. Куда рычаг опускается. Он у нее упирается. Интересная реализация. Рычаг такой массивный. Длиннее, чем у конкурентов. Но он зачем-то вот выступает. Сильно так вперед. Нет отверстия, куда бы серьгу можно было засунуть. Это вообще минус, я считаю. Хотя они сделали его методом электроэрозии, могли бы отверстие туда запрограммировать. Тюнингистом бы работа была лишний заработок. Ну все. Спасибо, что оформили подписку. Все идет на благо канала. Покупаем потихоньку оборудование. Чувствуется поддержка. Спасибо вам большое. И те, кто не смог оформить подписку, я знаю, такие тоже есть. Они не увидят, к сожалению, это видео. Но я скину им ссылку. Закидывают просто ежемесячно донаты. Там разную сумму. Спасибо за то, что смотрите. И за вашу поддержку. До новых встреч. Пока. Продолжение следует.